Сегодня мы с вами пойдем в магазин покупать товары для кухни, и все это будем делать на немецком языке. Всем привет! Меня зовут Валерия Стрельцова, и я профессиональный преподаватель немецкого языка. Обязательно подписывайтесь на мой семейный канал по изучению немецкого. Что у нас еще здесь есть? А если мы возьмем ложку, вилку и нож, все это вместе называются столовые приборы. Когда вы сидите в немецком ресторане, и у вас, например, не хватает столовых приборов, и вы их хотите попросить, вы можете использовать следующую фразу. Можно мне, пожалуйста, столовые приборы? Сейчас мы с вами посмотрим, какие здесь есть красивые чайные приборы. Это чашки, блюдца, чайники и так далее. Это чашка. Что можно с ней делать? Из нее можно пить. Так, к этой чашке у нас великолепно подходит вот это блюдце. Обратите внимание, что это слово состоит из двух слов. Это блюдце, которое стоит под этой чашкой. Это блюдце, которое стоит под этой чашкой. Теперь к ним нужно нам подобрать красивый чайник. Обратите внимание, что он состоит из двух слов. Его используют для того, чтобы готовить чай и чтобы его подавать. Я нашла такое прекрасное, нежного цвета полотенце. И сейчас мы с вами запомним две важные фразы, которые вы сто процентов будете использовать в коммуникации на кухне. Если мы говорим про полотенце, которым вы вытираете посуду, тогда это будет Какую фразу вы можете использовать для того, чтобы обратиться к кому-то из ваших членов семьи, чтобы вам помогли вытереть посуду? И если того самого полотенца не оказалось под рукой, что вы можете сказать? Полотенце для посуды вон там лежит. На моем аудиокурсе немецкого студенты запоминают целиком готовые фразы и затем успешно ходят в магазины, в аптеки, в пекарни и успешно интегрируются в Германию. Всю информацию об аудиокурсе немецкого вы найдете по ссылке в описании к этому видео. А теперь мы с вами рассмотрим несколько стаканов и какого вида они бывают. Стакан по-немецки Das Glas Если вы хотите конкретизировать и сказать, какой конкретно это стакан, то вы можете сказать, например, Das Weinglas И если это стакан для вина. Если это стакан для воды, то вам понадобится слово Das Wasser plus Glas Стакан может быть наполовину как пустым, так и полным. Как это сказать по-немецки? Das Glas ist halb voll Стакан наполовину полный Das Glas ist halb leer Стакан наполовину пустой Мы подошли к красивому отделу, и здесь просто невероятные мельницы, как для соли, так и для перца. Die Mülle А чтобы сказать, что это мельница для соли, нам понадобится слово salz. Die Salzmülle Перец Die Pfeffermülle Вот такая обычная солонка называется Die Salzstreue Когда вы сидите за столом и хотите попросить кого-то передать вам солонку, вы можете просто сказать Kannst du mir bitte den Salzstreue geben? Можешь, пожалуйста, передать мне солонку. Также в этом случае вы можете использовать глагол reichen. Kannst du mir bitte den Salzstreue reichen? Сможешь мне передать, пожалуйста, солонку? Это один из моих любимых отделов, потому что здесь такие красивые золотые предметы, они мне безумно нравятся. Сейчас мы с вами научимся называть их на немецком языке. Die Schüssel Die Schüssel Это вот такая миска. Das ist eine kleine Schüssel. Это маленькая миска. А это большая. Und das hier ist eine große Schüssel. Ich habe zwei Schüssel. У меня две миски. Далее. Вот такие щипцы. Называются die Krilzange. Die Krilzange. Лопатка. Die Pfannenheber. Die Pfannenheber. Das sieb. Das sieb. Напишите в комментариях, какое из этих слов было для вас новое. Когда вы обращаетесь к кому-то на кухне и хотите попросить принести вам миску, вы можете использовать следующую фразу. Kannst du mir bitte eine Schüssel holen? Можешь мне принести миску? Обратите внимание, что в данном случае вы используете глагол holen. Также совершенно верно будет использовать глагол bringen. Но holen – это более такой разговорный вариант, и немцы 100% будут использовать именно глагол holen. Спасибо.